инспектор гибдд остановил автомобиль но почему-то долго не подходит сколько по закону должен вообще ждать водитель друзья ссылку на источник я оставляю в описании вот под этим самым видео поехали встреча инспектора гибдд и обыкновенного рядового водителя на дороге это не такая уж и редкость согласитесь в общем то многие уже привыкли к тому что на дороге может стоять патрульный автомобиль дпс а возле него конечно же стоят служители закона и как правило в таких случаях они отвечают за безопасность дорожного движения а также соблюдение правил поэтому вполне логично что иногда полицейские просто призывают водителей совершить некую остановку последнее может быть вызвано к примеру самыми разными причинами но впрочем для того чтобы понять причину остановки нужно друзья для начала сперва дождаться того чтобы к вам подошел вот этот вот самый инспектор гибдд и конечно же разумеется объяснил просто причину проверка ли документов или еще многое чего и вот именно тут иногда случается интересная ситуация инспектор гибдд стоит на дороге как истукан вы его замечаете и также видите что жестом полосатого жезла он призывает вас остановиться вы ничего совершенно не подозревая подчиняетесь законному требованию полицейского и конечно же тихонечко совершаете остановочку припарковываетесь однако как только ваша машина припарковалась на обочине инспектор почему-то в этот момент теряет к ней какой-либо вообще интерес по сути и подходить не желают согласитесь что это довольно курьезная курьезная прошу прощения ситуация и я бы сказал даже от себя лично это вообще выглядит как-то нелепо поэтому таким образом инспектор гибдд ставит вас я бы сказал в очень неудобное и даже можно сказать неловкое положение и так друзья в связи с этим перед многими автомобилистами встает возникает вопрос что же в таком случае нужно предпринять если обратиться а мы должны обратиться к российскому законодательству то там никаких четких разъяснений а также инструкции по этому поводу вообще принципе так особо и нету но при этом после остановки не обозначен даже временной лимит который отводится на действие водителя и полицейского это тоже непонятно однако есть важный нюанс и давайте мы немножечко его рассмотрим если уж инспектор гибдд вашу машину все-таки остановил то он обязан к вам незамедлительно обратиться это будет своего рода я бы сказал налаживанием данного диалога между двумя сторонами и опять же формулировка незамедлительно довольно условная и по времени тут тоже никаких пояснений почему-то не дается впрочем помощи следует ждать с другой стороны я не буду медлить и отвечу что если инспектор вас остановил и при этом он не подходит то можно выждать не более пяти минут после чего без разрешения со стороны полицейского просто взять завести машину и продолжить движение на своей машине в нужном для вас направлении почему именно пять минут вопрос отвечаю это время остановки согласно правилам дорожного движения в россии таким образом отчитали эти самые пять минут и тронулись с места не исключено что полицейские удивятся такой наглости водителя и даже могут начать преследование но это нужно я бы сказал так обязательно учитывать друзья обязательно нужно предусмотреть и поэтому нужно начать обязательно видеосъемку регистратора в машине после того как инспектор подходить к вам не желает то есть не забывайте это маленький крючок это маленький нюанс в таком случае уже точно будет здравое обоснование любого вашего совершаемого вами поступка и при этом видео не забудьте добавить что пятиминутная стоянка окончилась и раз уж так и у инспектора к вам никаких вопросов не было то в принципе ждать нечего дела же ждут семья ждет хлеб насущный ждет значит пора трогаться и еще в заключение в принципе ничего необычного в такой ситуации в принципе я не нахожу и возможно инспектор просто про вас забыл ибо у него так много остановок водителей что он не знает с кого с первого начать сдирать свой понимаете меня финансовый куш так что пускай он сдирает за другого а вы времени не теряете пять минут прошло заводимся трогаемся с места друзья никакой вашей вины в этом нет и если возникнут претензии со стороны правоохранителей так ими скажите и предъявите свои видео факты козыря вам в руки друзья а